и снова всем здорово друзья мои так лодочка комплект такой да еще слани нет сейчас я ее буду первый раз сам на это надувать накачивать так еще хочу сделать друзья чтобы ее перевозить в багажнике она занимает все очень очень много места я так думаю друзья телефон звонит так на чем остановился решил я сделать вот такую вот рамку такую вот рамку из брусков вот эти бруски будут так стоять а вот эти вот бруски они будут внутри по бортам короче будут внутри вот так чтобы никуда не ездила такая вот такая вот рамка рамка вот нет ни тяжелая ну как я думаю а сверху сверху но на баллоны как сказать то ну чтобы лодка лежала не на доска не на доска я наверное сделаю у меня есть пластиковая труба сороковка либо я ее сделаю либо посмотрю что сделал сейчас первую очередь достаем лодку накачиваем и куда бы камеру поставить где-то надо табуретку наверно найти штатива у меня нет сегодня штатив в камазе лежит все давайте первый раз я лодку буду сейчас собирать посмотрим что из этого получится и 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 сразу же этот электрический насосик от аккумулятора. Ну и все, наверное, на другой баллон включать. Если честно, я немножечко недопонимаю одну вещь. Везде в интернете смотрел, что нужно накачивать всегда сначала, в первую очередь, задние баллоны. Задний правый, потом задний левый, и только потом передний. Но также в интернете я видел, что вот здесь, вот здесь, вот в этом месте, между задним и передним баллоном, задний баллон соединен вот такой вот, как бы, выпуклостью, да, получается, скажем так. Так, ну, смотрите, получается, что если сюда выпирает, вот в эту вот сторону, да, и при установке одного, скажем так, одного клапана, так, наверное, хватит? Видите, какой у нас тут? Опа! А что, на клапанок нет, я завернул. Так, что, мысль какая была? Смотрите, при установке контрольного клапана, чтобы не было излишнего давления в баллонах, его, по-моему, ставят в передний отсек. Передний отсек поставили, но в переднем отсеке стало больше давления, оно сбросило, да. А здесь, когда при накачке-то, оно же получается сюда пуплыть, сюда пуплыть, значит, и здесь-то не так сбрасывается давление, или, может быть, тоже его все равно вжимают? Не знаю, что-то вообще не пойму. Все, давайте, сейчас принесу слань и будем устанавливать слань. Так, слань, вот в такой вот коробочке, ну, пакетики. Это, видите, как бы, конечно, вот, когда-то лодки, вот эти вот, ПВХ, они, вроде, как бы, знаете, и компактные, да, но, блин, помучаешься. Вот эти штучки лишние надо вообще убрать. Как бы, занимает, конечно, она сборки немного, но а места-то сколько занимает? Я говорю, вот, привез, целый багажник. На Виталий все, больше туда вообще ничего не войдет. Лодка и мотор. Да, кита, не мотор даже, а моторчик какой-то. Блин. И все, и больше ничего не войдет туда уже. Так, все, устанавливаем слань. Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, что? Не знаю, как вот эта штука должна быть. Или вот так, на киле, или вот так вот. Заглушка у киля. Нельзя сделать ее вот здесь вот просто вот так вот, раз, и спаять. И вообще непонятно, как она должна быть. Так, сейчас в интернете гляну. Что-то не подходит немножечко. Гляну в интернете и потом включусь. Друзья, нигде я что-то не нашел. Вот это вот, ну, как вот эта штука ставится, не видно в интернете. Поставим вот так вот. Попробуем все-таки. Я думаю, все равно тут транс, он же вот так вот идет, да? Я думаю, вот так надо поставить. Зачем вот эту вот хренетень сделали, я не знаю. Все, давайте сейчас собираем. Собираем дальше, друзья. Ну, в принципе, Слань вот так вот собрал, да? Сейчас, как рекомендует производитель, нужно подложить весло. Можно деревяшку какую-нибудь. А подложить подлодку, как подслань, да, чтобы она немножечко выровнялась. И уже можно будет вставлять стрингера. Или стрингеры, как они называются, я не знаю. Вот эти алюминиевые штуки. Блин, тут и засуну что-то, я не знаю. Будет, не будет, меня видно. Я подложу бурток. Какой вот, смотровый кусочек. Так, ребят, камера то ли сдула, то ли что? Как так, зачем я ее сдула? Так, упала камера. Ну, я вам скажу, кто первый раз собирая, да? Помаяйтесь, конечно, с этими стрингерами. Ем, а что продакт? Зачем камера то у меня упала? Наверное, ветер дым. Все, смотри, что там вставит. Даже вот сейчас на улице теплее, полностью нагревает лодочку. И она прям сразу же такая становится более надутая. Ну, давление вот и поднимается. Камера опять упала, друзья. Ладно, сейчас я стрингер в окно и включусь. Так, все. Сейчас качаем лодку. Я не знаю, сколько тут давления надо. Ну, на качаем посмотрим, там увидим, какое будет давление, да, друзья? Так, ну, идем. О, нифига себе. Вот. 1,50. 1,48. Вот что значит, вот эта функция докачивает, да, друзья? Короче, он будет нагонять, нагонять, а потом еще и включается компрессор. Ну, классно, классно. Ладно, пока так, хватит. Я думаю. Надо будет посмотреть. Тут, короче, еще он этот насос с памяти, да? Он выставляет. Выставляет давление. Можно давление выставить определенное. Определенное давление выставляешь, и он до этого накачивает, и все сбросил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас надо было сконструировать, смастерить прицеп Ну и с прицепа сделать то, что я хочу И будем, короче, после обеда, может быть, вечерком Съезжу я на воду все-таки Охотом не попробовать Ох, импровизированный у меня штатив, смотрите какой Круто, да? Так, друзья, я, наверное, не буду сейчас снимать, как это все буду делать Покажу уже потом конечный результат Что я буду сейчас с шуруповертом бегать тут? Нафиг надо, да? Вот И вас не будем задерживать, и сам не буду отвлекаться Так, друзья, ну что? Вот такой вот у меня получился прицепик Ну не прицеп, а такой вот поддон Поддон называется Мы будем так назвать Так Я что сделал? Все брусочки отшлифовал Так-то бы, конечно, надо Этот, как он называется Материалом каким-нибудь обтянуть бы У меня сейчас нечем обтянуть Вот этот брусочек для чего я сделал? Для того, что лодка тяжеловатая Ох И ее просто вот так вот, хоп, закинул, да? Скажем Вот так вот как-нибудь, да? И уже потом Сейчас я так вот поставлю И уже Потом вот так поднимаешь Видите, еще и не угадал сразу Все Поправил переднюю часть Поправил заднюю Вот так вот это все выглядит Вот тут немножечко задевает килем Надутым, когда наталкиваешь Там нигде ничего не задевает Киль Смотри, какая у доски Между доской и Баллоном какая щель Ну это, наверное, когда баллоны Накачаются полностью Они не полностью Вот здесь, а может доска кривоватая Чуть-чуть А может здесь шов сварен криво Не знаю Ну вот так вот это все выглядит сейчас, друзья Вот Купил я еще Этот Две стяжечки Наверное, две-то будет много Сейчас Сейчас все покажу Так, вот такие вот стяжки Ну, как обычные стяжные ремни Наверное, все-таки я буду две использовать Здесь одну Вот так вот, хоп, зацепил И уже прижал, да И, наверное, все-таки вот здесь вот одну буду пропускать Впереди Я сначала хотел, думаю Вот здесь вот зацепить Как бы задышло Ручку задышло, зацепляй Ну, не знаю Посмотрю, стяжки купленные Стяжечки такие Они не как на КамАЗе у меня Они поменьше размерами Поменьше и полегче Ну, полегче и попроще, да Тут, конечно, вот колечко бы Не этот Как он называется Чтобы вот так вот колечко зацепил И уже пошел натягивать Вот Ну и тут бы, конечно, тоже колечко Ну, ладно, уж как есть, так есть Сейчас все Сейчас, короче, я ее сразу же привяжу И вам все покажу еще раз Ну, все, друзья Все, я закончил Ремни Конечно, ремни вот эти Такие фиговские Один, короче Один 650 Другой 850 Ну, один 6 метров Другой 8 Ну, двух 6 метровых Не было в магазине Поэтому я и взял Поэтому все так произошло Так, все Вот так вот у меня Теперь это все выглядит Потом Закажу я наклейку Вот сюда Алексей 43 Рукбот наклеено здесь Название канала А с той стороны Будет название Скажем так Нашей рубрики Да, трое в лодке Такие наклеечки закажу Все, времени нет, друзья Надо на КамАЗ заказывать наклейки Реально, времени нет Все, вот такой вот вид Класс Класс, класс, друзья Класс Вообще класс Все, давайте на этом Этот ролик закончим Какой получится Такой получится Такой и получится Давайте Блин, как он Ни гвоздя, ни жезла Ни всеми счастливыми дороги Ни хвоста, ни чешуи Такой Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...